Здравствуйте в студии Артем Тарасов. Сегодня мы поговорим о капитальном ремонте, в частности об энергосбережении. Гость студии, министр жительственно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер. Андрей Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть в нашей студии. И вначале я бы хотел, чтобы вы рассказали, программа действует уже 5 лет капитального ремонта. За эти годы каких результатов удалось достичь? Если говорить по реализации программы, то с каждым годом объем капитального ремонта увеличивается. Вот, к примеру, если сказать, в 2015 году у нас было отремонтировано 330 домов, в 2016 году их уже было 629, в 2017 – 884, и данная динамика у нас продолжается. За эти годы мы особый упор и внимание уделяем качеству выполнения работ и своевременности выполнения работ. К примеру, если говорить про своевременности выполнения работ, для того, чтобы приступить к конкурсным процедурам своевременно и в благоприятных погодных условиях выполнить работы, необходимо большой объем материалов подготовить, в том числе разработать проектную документацию, экспертизу, пройти и так далее. И вот, к примеру, в этом году мы конкурсные процедуры начали уже в феврале месяце, и по основному объему на квартирных домах в марте были заключены договорные отношения, и непосредственно подрядные организации приступили к выполнению работ. Что касается качества выполнения работ, в министерстве еженедельно ведется мониторинг по качеству, по срокам выполнения работ. Отдельная структура при фонде капитального ремонта также этим вопросом занимается, плюс привлеченная организация выполняет строительный контроль на всех объектах капитального ремонта. И если сказать по итогу по эффективности за последние годы по данному показателю, то в 2015 году у нас были обращения на качество по 37 домам, если взять от общего количества, от 330 домов, это 11%, в 2016 году по 34 домам от общего количества это уже 6%, в 2017 40 домов от 884, это 4,5%, а на сегодня данный показатель у нас пока обращение по качеству 7, то есть если к сегодняшнему количеству, к 1000 домов там менее 1%, то есть динамика, конечно, налицо очевидно. То есть к качествам люди становятся все больше и больше довольны, это приятно слышать. А в следующем годе, в 2019, сколько домов планируется отремонтировать? То есть если в 2018 это было 1000, мы 1000 должны закрыть, что же у нас на 2019 год? У нас динамика также продолжается, в 2018 1000, в 2019 порядка 1800 домов, то есть серьезная цифра. Серьезная цифра, и здесь, естественно, такой вопрос, от года к году объем домов ремонтированных увеличивается, а как же вот ресурсы, я имею в виду и фонд капитального ремонта, и квалифицированные управляющие компании, и подрядные организации, которые должны осуществлять этот ремонт, хватит ли этих ресурсов работать с таким большим количеством объемов? Это серьезный вопрос, ему уже на протяжении последних нескольких лет мы большое внимание уделяем, прорабатываем данный вопрос совместно с экспертами, с общественностью, множество круглых столов было проведено. То есть если посмотреть с 2015 года, то у нас, по сути, при неизменном объеме собираемости взносов, у нас ежегодная динамика увеличения, я только что не сказал, она как бы налицо. Последние несколько лет у нас сумма взносов, взнос не рос. На протяжении этих лет проводилась работа по изыскиванию внутренних источников, то есть с экспертами, с общественностью прорабатывались вопросы замены материалов оборудования при неизменном качестве выполнения работ. Плюс ежегодно губернаторам производится поддержка капитального ремонта, если с 2015 по 2017 год, более 1,4 млрд губернаторам поддержано. В текущем году также поддержка продолжается, более 500 млн на капитальный ремонт. Но с учетом вот этой серьезной существенной динамики, конечно, денежных средств недостаточно, и мы понимаем, что основной источник это все-таки взносы собственников. И на сегодня принято решение, с учетом многочисленных обсуждений, конечно, взнос увеличить. На сегодня, с 1 октября, данный взнос составляет 9 рублей 92 копейки, более чем на 2 рубля взнос увеличен. Ну и для понимания телезрителей, это как раз таки связано с ростом числа ремонтируемых домов, чтобы денег хватало, и мы не теряли в качестве. И не могу вас не спросить, технологии энергосбережения, насколько активно используются при проведении капитального ремонта? Технологии энергосбережения – это тот вопрос, который интересует наших граждан, интересует нас. Почему? Потому что это не только та тема, когда можно улучшить качество предоставления услуг, но и при этом можно сэкономить затраты собственников. То есть, если говорить по экономичности… Да, вот что конкретно жителям это дает, технологии энергосбережения, чтобы они понимали. Ну вот, к примеру, такие системы, как светодиодные лампочки с датчиками движения, как лифты с регуляторами скорости, как индивидуальные тепловые пункты с учетом автоматики, которая зависит от наружного температурного воздуха. Вот эти вот три системы, они самые энергоэффективные, и экономичность достигает 35%. То есть, это не просто цифра, которая у нас расчетным путем определена. Это та цифра, которую фактически после выполнения энергосберегающих работ были взяты показатели приборов учета конкретных взятых домов и граждан до выполнения ремонтных работ, после выполнения ремонтных работ, и она подтверждена уже фактическими счетами-квитанциями. То есть, данная технология работает и дает фактически, позволяет нашим гражданам сэкономить… При оплате коммунальных услуг. При оплате коммунальных услуг. Никакого капитального ремонта не может быть без хорошей собираемости взносов. Вот как здесь обстоит дело у Ростовской области, и если говорить по России, то мы на каком месте? Мы сегодня на хороших позициях, если говорить по отношению к России. А если уже в цифрах, то первый год, 2015 год, у нас был процент собираемости 85,1, второй год, 2016, 89,1, в 2017 году уже почти 91%. Сегодня также мы видим динамику. То есть, эта динамика, она, конечно, показывает, что система работает, и система сегодня, что граждане этой системе ее видят, и они ей уже доверяют. То есть, сейчас сколько? 91% у нас собираемость взноса? 90,5%, если быть точным. А увеличить это число возможно как-то, если да, то за счет чего вот эти 10% тоже были бы не лишние нам? Конечно. Сегодня работа в данном направлении проводится. В первую очередь информационная, во вторую очередь, конечно, всегда есть собственники. Это и юридические лица, и наши граждане, которые не оплачивают. Ну вот эти 10% кто эти люди, так скажем. С ними ведется в том числе претензионная работа, и с учетом данной претензионной работы, конечно, у нас собираемость планируется к увеличению. Взносы на капитальный ремонт, они формируются на основании утвержденной программы. Данная программа, она была определена на основании фактического состояния многоквартирных домов, то есть на протяжении формирования данной программы была собрана информация по состоянию многоквартирных домов по всей Ростовской области, по срокам выполнения капитальных ремонтов по данным многоквартирным домам, по срокам последующего выполнения каждой инженерной системы. И с учетом полученной информации вот этой базы данных была сформирована программа капитального ремонта, как раз в соответствии с которой сегодня и выполняются данные ремонтной работы. Вы уже упомянули о том, что губернатором Ростовской области оказывается поддержка капитального ремонта. Вот сейчас подробнее об этом расскажите. Какие программы поддержки капитального ремонта действуют в Ростовской области? Если говорить о бюджетной поддержке, то на протяжении с 2015 по 2017 год, как я уже говорил, миллиард 400 было только за счет областного бюджета выделено. Это вот выделяется кому? Это особо нуждающимся домам? У нас есть разные направления. Все денежные средства, они направляются в фонд капитального ремонта, часть из них была выделена на подготовку к чемпионату мира по футболу, вторая часть по обращениям граждан, третья часть на поддержку по ремонту лифтового оборудования. То есть разные направления есть, по которым сегодня и происходит поддержка граждан, поддержка реализации данной программы. Кроме этого, на сегодня в области действует определенная система льгот. То есть если гражданин, проживающий в квартире, неработающий гражданин, достиг 70-летнего возраста, он имеет право на 50-процентную. Если достиг 80-процентного возраста, 100-процентное. Если семья из граждан, достигших 70-летнего возраста, также неработающих, такая же категория, тоже 50-процентов, 80 лет, также 100%. Не могу вас не спросить, это качество капитального ремонта, выполнению работ, если жильцы им недовольны. То есть каковы их шаги действия? Сегодня у нас, как я говорил, производится контроль со стороны министерства, фонда и специализированная организация, выполняющая строительный контроль. Но кроме этого, также контролируют выполнение капитальных ремонт непосредственно сами граждане. На каждом доме у нас сегодня вывешен паспорт объекта, в котором есть реквизиты фонда, реквизиты подрядной организации, что дает возможность обеспечить прямой контакт, прямое взаимоотношение собственников с подрядчиком, либо с фондом. Также есть там определены электронные адреса, то есть если есть обращения на качество выполнения работ, такие обращения фондом рассматриваются в первую очередь в случае подтверждения проблем по качеству выполнения работ, понятно, подрядная организация незамедлительно приступает к их исправлению. Входит ли в состав платы за капитальный ремонт содержание регионального оператора? Региональный оператор, некоммерческая организация, Ростовский фонд поддержки капитального ремонта, учредителем ее является Ростовская область, и содержание регионального оператора, она полностью производится за счет областных средств и определяется законом о бюджете Ростовской области. Но не за счет взносов вообще сождества? Не, за счет взносов выполняется только капитальный ремонт и больше ничего. Угу. Буквально, наверное, за неделю до вашего прихода в студию к нам в редакцию поступил звонок, это был звонок от пенсионера, от пожилого человека, ему приходят две квитанции на капитальный ремонт, одна от управляющей компании, другая от фонда капитального ремонта, и мужчина не может понять, какую из них оплачивать, вот что вы посоветуете в таком случае? Это исключено. Однозначно оплата должна производиться только в фонд капитального ремонта. Если такие случаи зафиксированы, то необходимо обратиться в жилищную инспекцию для проверки данных фактов, но у нас задворение в этом случае быть не должно, и данные факты должны, конечно, отдельно проверяться жилищной инспекцией. То есть, в принципе, управляющая компания не может заключить договор так, чтобы капитальный ремонт оплачивался через общую квитанцию, потому что раньше, несколько лет назад, я даже у себя в графах видел, там счет за проведение капитального ремонта. Возможно, за текущее содержание, но капитальный ремонт – это отдельная статья, и реализуется она через программу капитального ремонта. О кредитовании программы капитального ремонта, если речь идет о специальных счетах и ТСЖ. То есть, здесь какой механизм и какая схема работы? Сегодня данное направление, оно с каждым годом пользуется все большим и большим спросом. У нас в прошлом году, в 2017 году, была программа поддержки через фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовская область принимала в этой программе участие, была пилотным регионом. В итоге, в 2017 году воспользовались данные льготы и приняли участие в программе кредитования 22 многоквартирных дома. Порядка 40 миллионов было заемных в банках, порядка 10 миллионов сегодня регион получил для того, чтобы компенсировать процентную ставку денежных средств, заемных денежных средств, полученных в банках. То есть, сегодня, по сути, у товарища собственников жилья появилась возможность выполнить сегодня капитальные ремонты, при этом оплатить за счет взносов, которые они собирают, без увеличения стоимости. Потому что 11% это была ставка банка, при этом более 9% это компенсация за счет федерального бюджета. То есть, у нас роста почти не получилось. Сегодня данная программа, она в 2018 году не работает и рассматривается на федеральном уровне, ее продлить с 2019 года и далее. Но даже при том, что она в 2018 году не работает и поддержка не осуществляется, также 22 дома сегодня заявились и реализуют с учетом заемных банковских средств. А на следующий год у нас порядка 70 заявок на сегодня имеется. Я думаю, мы данную практику расширим. А какие критерии для участия в этой программе уже получается на следующий год для тех, кто может заинтересовался и хочет воспользоваться этой услугой? В обязательном порядке ТСЖ должны иметь специальный счет. На специальном счете в течение 5 лет должна быть возвратность перед банком. Может получить ТСЖ с банка, она покрывает сумму затрат на какую-то инженерную систему, там кровлю или фасад, либо другую. Банк сегодня работает и с удовольствием представляет кредитные средства товарищам собственников. А те 22 дома, которые, получается, вступили в эту программу в 2017 году и сейчас делают ремонты, среди них есть ли какие-то проблемы или у всех все идет ровно и гладко, и они платят изрядно этот кредит? На сегодня проблем нет. Оплата происходит за счет взносов собственников и после этого перечисляется в банк. Андрей Федорович, я благодарю вас за интересные и полезные ответы. Ждем вас вновь в нашей студии. Спасибо за интервью. Спасибо. Дорогие друзья, я напоминаю, что гостем программы сегодня стал министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова